Приветствую вас и давайте попробуем разобраться в том, является ли ваш симптом разговором, разговор самим с собой, прибыльником сезофрении. Вообще так говоря, человек всегда разговаривает сам с собой, то есть у человека постоянно идет внутренняя речь, внутренняя речь есть при мышлении, и конечно, сперва возникает речь внешняя, но потом обязательно образуется речь внутренняя. И внутренняя речь, она всегда как бы ведется человеком от своего собственного лица. Либо, вот как вы говорите, монолог перед широкой аудиторией. Само по себе, это не является признаком сезофрении никак, потому что у этого есть свои естественные причины, такие как, например, темперамент. Такие, как, например, защитная реакция организма, защитная реакция психики на какие-то вещи, например, на стресс. То есть при стрессе человек активно разговаривает сам с собой, озвучивает свои мысли, озвучивает свои переживания, и в результате получается... В результате получается то, что человек таким образом проговаривает свои проблемы, и они на какое-то время отступают. То есть, как вы, я надеюсь, понимаете из того, что я хочу сказать, ничего сложного, ничего слойного, ничего аномального в вашем поведении нет. Именно в том, что вы описываете. То есть, давайте еще раз. Когда достаточно и наедине с собой начинаете что-то говорить, когда идете по улице один, шепчете под нос, как будто разговор идет, и, значит, сколько себя помните, да, такое было. Ну, вообще говоря, нет основательных блага, что у вас в рафине, да, то вы и так привыкли. Вполне возможно, что ваша психическая активность очень высокая, и постоянно идет внутренняя речь, причем внутренняя речь достаточно интенсивна, и вам прямо хочется начинать с собой говорить. Так же, может быть, это, по вашему описанию, это может быть намек, напоминание, сигнал вашего подсознания о том, что вы могли бы быть неплохим оратором, например. И вот это вот ваша склонность к тому, чтобы ввести монолог, а далеко не каждый человек может ввести монолог. Она может быть использована для каких-то целей, например, вот, как я уже сказал, для выступления реального перед аудиторией, чтобы вы выращали вот эту вот свою потребность, использовали свой навык. И вот представьте себе, что вы, там, 3-4 часа или 5 часов, например, отговорите перед аудиторией, вы приходите, и вы хотите помолчать. Вот это естественное желание человеку, который устал говорить. Вот если вы пришли, если вы сели после такого времяпровождения, да, пришли, сели, и у вас все равно, даже против желания, то есть вы устали говорить, но вы все равно говорите с собой, вот тут, да, тут, конечно, могут быть проблемы. Но пока, по вашему описанию, однозначно получается, что это просто особенность вашего характера, такая вы личность, и нет в этом ничего сверденного, селифренией, совершенно. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!